Какие ассоциации возникают при упоминании о русском языке? Конечно, это великие писатели, в первую очередь Пушкин и Гоголь. Благодаря их творчеству русский стал языком художественной литературы, культуры и средством интернационального общения, связывающим людей со всего миром. Русский язык в очередной раз объединил представителей самых разных стран – Азербайджана, России, Китая, Сирии, Румынии, Казахстана и многих других. Они приняли участие в фестивале «Русский язык. Душа России». Местом его проведения стал культурно-образовательный центр «Этномир». Студенты Российского университета дружбы народов, Калужского государственного университета и театрального института имени Бориса Щукина решили отметить 214-й день рождения Пушкина, поставив театрализованное представление. Финологический факультет Российского университета дружбы народов 14 лет назад провел первый музыкально-литературный салон, посвященный 200-летию со дня рождения нашего великого национального поэта. Мы тогда еще не знали, что будет такое продолжение. И хотя мы музыкально-литературный салон проводим ежегодно, благодаря счастливому, встречению обстоятельств, благо расположению фонда «Русский мир», благо приятию «Этномира» наш российский университет дружбы народов активно участвует в этом прекрасном мероприятии. В программе фестиваля были сценки по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина и повестей Николая Васильевича Гоголя. Начался праздник в очень символичном месте, под куполом улицы Мира. Так участники хотели подчеркнуть важную роль русского языка в объединении представителей различных народов. Затем шумное действие переместилось на подворье Беларусь. Уникальная атмосфера быта, традиционные дома и живописный пейзаж русской деревни стали прекрасной декорацией для спектакля. Волшебный мир произведений Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя перенесли зрителей в атмосферу далекой старины и небывалых чудес. Помимо спектакля, гостей мероприятия ожидало еще много сюрпризов – песни и танцы разных народов мира, а также яркий юмор от сборной команды КВН Российского университета дружбы народов. В этот день веселые и находчивые шутили на тему сложности русского языка. Давайте перенесемся на заседание ООН. Россия против размещения ПРО в Восточной Европе. Россия против ПРО в Восточной Европе. И мы вынуждены принимать меры. Мы должны принимать какие-то меры. Ведь с волками жить, поволчьи выйти. Иначе мы будем вынуждены показать вам Кузькину мать. Or we have to show you the mother of Кузьма. Ведь это ваше ПРО тоже, не хухры-мухры. Excuse me? Что-то непонятного. Ваше ПРО. Your PRO is not хухры-мухры. I'm sorry, хухры-мухры? Absolutely. Ведь это палка о двух концах. Because this is a stick with two ends. We are not going to make an elephant from the fly. But it's time to pick up these songs. And all this is just Philip's diploma. Что, непонятно? Ну и ёкарный бабай, а? Oh, ёкарный бабай! I know this! I know this! Вот-вот, сразу видно, кто из вас Рудуян заканчивал. А кто вон, непонятно как попал. Окончанием фестиваля стала торжественная церемония награждения участников памятными подарками и дипломами. Но самое главное, что получили ребята от этого фестиваля, это бесценный опыт общения в интернациональном коллективе, совместное творчество и дружба, которая объединила их на долгие годы. Мы подружились. Мы неплохо контактировали друг с другом во время репетиций, в столовой общались. Особенно вот я подружилась с моим коллегой, с которым мы постоянно уже второй раз ведущие. Вот. И я думаю, что не исключено, что мы будем дальше общаться. И кто знает, может быть опять и вот на мир нас сведёт. Это было всё увлекательно. Мы так подружились, можно сказать. Образовалась такая ещё дополнительная одна семья. Семья тех людей, которые сегодня участвовали и принимали участие, влили свой вклад в свою душу, в сегодняшнее представление. Ребята, конечно, выложились по полной, устали. Но они готовились целый год ради этого дня. И сегодняшний фестиваль удался. Я очень рада, что и погода нам способствовала. Светило солнце, добавляла улыбок нашим лицам. И, конечно, Гоголь и Пушкин, ну, они не могут сделать плохим любой, наверное, фестиваль. Девиз культурно-образовательного центра «Этномир» – «Диалог без границ». И в реализации этой идеи важную роль играет русский язык, который рушит все барьеры и объединяет народы и национальности. Мы из РУДН! Марина Саврасова, Евгения Городилова, Новости ТВ РУДН.